Администрация Самары Телеграм-канал Департамента транспорта Самары напоминает о том, как работает транспорт в майские праздники, а в День Победы рейсы на даче выполняться не будут. Запланированы перевозки к кладбищам. Все дачные автобусы, кроме маршрута номер 170, совершают рейсы в среду и пятницу. Автобус номер 170 во вторник и четверг. В субботу, воскресенье и праздничные выходные дни будут задействованы все автобусные маршруты. Бессмертный полк России предлагает разместить праздничные украшенные портреты своих ветеранов, а по желанию фотографии их наград или краткое описание совершенных подвигов на заднем правом боковом стекле автомобиля. Таким образом, 9 мая, в день праздника, все смогут увидеть героев семей владельцев машин. Главное – разместить портреты ветеранов так, чтобы они не мешали обзору водителя, пишет телеграм-канал администрации Октябрьского района Самары. В этом году традиционного шествия Бессмертный полк не будет, однако оно пройдет онлайн. Зарегистрироваться в проекте можно до 7 мая. В России изменилась дата проведения Дня молодежи. Соответствующий указ подписал президент. Об этом информирует телеграм-канал железнодорожного района Самары. Теперь праздник будут отмечать ежегодно в последнюю субботу июня. В этом году День молодежи выпадает на 24 число первого летнего месяца. В Самарской области в День молодежи традиционно проходит много массовых мероприятий. В прошлом году основной площадкой стал стадион Самара-Арена, где жителей губернии ждал спортивный фестиваль с музыкальными батлами, мастер-классами и выступлением артистов.